Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у нас новая серия на проекте Амазин Холиплей, это у нас Red Server, сегодня будет очень интересное видео, оно скорее всего будет разговорное, поэтому смотрите его и наслаждайтесь, потому что речь пойдет про обновления, про новое обновление, которое должно в принципе я думаю скоро выйти, возможно даже в этом месяце, поэтому сегодня покажу скриншоты нового обновления, также покажу некие разработки получается, что хотят добавить и опросы разные там для игроков, все это вам тоже покажу, поэтому смотрите видео от начала до конца, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, и конечно же не забывайте вводить по промокод, пишите мм, потом седьмой пункт промокод, указать друга ютубера и пишите промокод Кирилл Гейм Капсом, за которого вы получите 150 тысяч, мой промокод можно вводить на любом серии Амазин Холиплей. Итак, что я вам хотел еще рассказать, пацаны, у меня такая ситуация произошла неприятно, то что у меня сломался монитор, да я могу как бы играть, но у меня яркость 10% и у меня моргает монитор, то есть к монитору пришла полная жопа, да это хороший монитор, 24 дюйма, как бы, но время берет свое, поэтому у меня сейчас сломался монитор, мне нужна максимально ваша поддержка, вот возьмите просто, поддержите меня хотя бы лайком, я не прошу там материально меня поддержать, но поддержите хотя бы меня лайком, возьмите просто реально, поставьте лайк, можете еще подписаться на канал и написать комментарий, как бы я не знаю, что произошло, возможно, как бы какой-то предохранитель сломался, либо еще что-то, Но сейчас мне очень трудно снимать и трудно монтировать, потому что у меня очень темный экран. Я вам серьезно говорю, я вот на стриме вам покажу, когда буду стримить. Кстати, приходите обязательно на стримы, потому что я придумал новый интересный челлендж, с помощью которого вы сможете поднять реально много денег. Но, конечно, поднимут не все деньги, а те, кто именно будет самый ловкий и умный. Поэтому не забывайте как бы ставить колокольчик, чтобы не пропускать стримы, потому что будут челленджи для вас, где вы сможете реально поднять очень много денег. Я вам желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Итак, пацаны, первый скриншот это автошкола, где, в принципе, был каждый, я считаю. Здесь реально были все, кому не лень, кому лень, в принципе, тоже были. Короче, это самое посещаемое место просто на проекте, потому что здесь были все. Как бы, кто начинал играть, кто до сих пор играет, все были в этом месте. Поэтому сделают вот такой вот новый интерьер, в принципе, в современном стиле. Вот такие вот красивые светильнички, там ноутбуки как бы новенькие, такие тоже красивые. То есть полностью обновят интерьер. Мне он как бы нравится, он выглядит реально очень хорошо, проработано, красиво все. Я думаю, как бы это реально круто, то, что они решили обновить интерьер, потому что это пора было сделать. Его обновляли, по-моему, больше года назад, когда вышло глобальное обновление. Больше того, этот интерьер как бы не трогали. Следующий скриншот, это у нас получается Арзамас. Как бы, это набережная, которую полностью тоже переделают. То есть она немножко будет другая. Может быть, даже немножко. Кстати, я вот смотрю на миникарту. По-моему, на миникарте, как бы, они еще не переделали, то есть, карту. То есть она сейчас по-другому выглядит, видите, на скриншоте. На миникарте она осталась старой. Но это как я заметил, потому что, видите, такой полукруг появился. Деревья здесь, чертовое колесо, в принципе. В принципе, лавочки вот такие вот. То есть набережную переделают, хотя, я думаю, в этом смысла, в принципе, не было. Как бы ее переделать, потому что она и так, как бы, нормальная. Но разработчики решили то, что все-таки пора это сделать. Как бы, пора обновить, как бы, приукрасить это место, чтобы оно выглядело по-другому. Ну, я здесь вижу только вот кустики поставили, там лавочки. Такая, знаете, зона закрыта. Видите, такой заборчик получается. Там, вон, далеке видно то, что есть такой пирс закругленный, чертовое колесо, деревья, как бы, и все. Больше ничего здесь такого, в принципе, я как бы не увидел. Мне нравится. В принципе, мне нравится. Я бы не сказал то, что я часто посещаю это место. Поэтому, мне бы, по сути, без разницы. Но, все равно круто то, что они решили это переделать. Следующий интерьер, это, получается, у нас новые подъезды будут. Ни разу не покупал, по-моему, квартиру. Даже на Мазинке, когда вышло глобальное обновление. Я, помню, купил квартиру и все. И после того, я ставил коттедж, получается, в Южном, по ГОСу, когда был глобальный слет. И больше я, как бы, в квартире не жил. То есть, уже на протяжении больше года, я ни разу не жил в квартире на Мазинке. Но, как бы, когда есть коттедж, зачем, как бы, квартира? Это логично, я думаю. Я, как бы, видел интерьер, который есть сейчас. И мне этот интерьер нравится больше. Не знаю, почему, но мне он нравится больше. Потому что, он более такой, знаете, привычный, в принципе. Который сейчас интерьер, он какой-то, знаете, сильно навороченный, там, и так далее. А здесь, как-то, попроще, как бы, более спокойно. Все в одних тонах. Это, как бы, мне нравится. Как бы, интерьер нормальный, я думаю, кто-то заценит. Возможно, с этим интерьер в самой квартире тоже поменяют. Может быть, пацаны. Пока что, как бы, мало скриншотов. Вот, всего лишь три скриншота, понимаете, есть. Как бы, того, что будет в новом обновлении. И то, это Рудольф выложил на своей странице ВКонтакте. А так, типа, ну, больше никаких скриншотов, в принципе, нет. Поэтому, сейчас мы перейдем к другим, как бы, новостям. Следующее, о чем бы я хотел с вами поговорить, это, получается, группа разработка Amazon Holy Play. Там делают всякие опросы, анонсы, обновления, там, и так далее. И я вам покажу три поста, получается, интересных. Которые мы, в принципе, сейчас с вами обсудим. И я вам их покажу. Итак, получается, пост был сделан 21 марта. Как бы, и здесь написано, кидайте прицепы для тягачей, которые хотели бы видеть. Вот это, реально, пацаны, круто. То, что они прислушиваются к игрокам. И, как бы, может быть, они, как бы, возьмут какой-то прицеп, который показал игрок. И, в принципе, добавят его в игру. Как бы, здесь очень много людей предложили свои варианты. 188 комментариев, понимаете. Это, реально, очень много. И все прицепы, как бы, разные. Некоторые, как бы, открытые. Некоторые с машинами. Некоторые закрытые. То есть, очень много вариантов. И люди просто берут, как бы, что им нравится, лайкают. И, судя из этого, скорее всего, они будут, как бы, отталкиваться и добавлять такие прицепы. Я считаю, это очень круто, потому что дальнобойщики, это, там, 70% людей, которые реально работают каждый день. И им важно, какой должен быть у них прицеп. Потому что сейчас прицеп Кока-Кола, как бы, ну, вообще уже не актуальный. Я вам так скажу. Потому что, как бы, Новый год, как бы, уже закончился. Ну, грубо говоря, он начался. Но, все равно, Кока-Кола уже не в тему. И хотелось бы увидеть уже, наконец-то, новый прицеп. Следующий пост, это, получается, клавиша действий. Которая используется, в принципе, всеми игроками. Это левый аль, получается. Эта команда нужна, чтобы, там, зайти в интерьер. Либо еще, в принципе, что-то сделать. Я думаю, все это понимают. И они хотят ее перебинить, эту кнопку. То есть, на другую клавишу. И они сделали голосование. И они хотят сделать, либо на Е, либо на Кью. Либо они, как бы, выбрали такой вариант предложения в комментариях. То есть, вы можете там написать, предложить, на какую клавишу вам, допустим, было бы удобно. И если людям это понравится, то, как бы, они, как бы, проголосуют за вас. Честно, я скажу так, то, что... Я думаю, нужно, как бы, оставить эту клавишу на месте, где она есть. То есть, действия, чтобы происходили именно этой клавиши. Потому что, на самом деле, она очень удобная. А вот именно, там, Е, либо Кью. Это, как бы, поворот в машине, там, влево-вправо, камеру повернуть. То есть, мне кажется, это будет неудобно. Лично мое мнение. То есть, на месте разработчиков я бы эту клавишу не трогал. Потому что она, на самом деле, очень удобная. Также, вчера вышел пост, получается, на очень часто задаваемые вопросы. Которые, как бы, люди задают именно разработчикам. Там, на стримах, в личку, там, либо еще где-то. То есть, они ответили на 5 самых интересных вопросов, которые задают им игроки. Первое, это где тонировка. Для того, чтобы добавить тонировку, нужно адаптировать несколько сотен моделей под нее. Но и это еще не все. Ее же где-то ставить нужно. А это значит, что пора переделать интерфейс СТО. Ну, в принципе, это логично. Как бы, можно просто, там, знаете, какую-то строку просто добавить. Типа, тонировка и все. В СТО, но было бы круто, если бы они полностью изменили интерьер. И он был новый, с новым интерфейсом. Я считаю, это было бы еще лучше. Так, второй вопрос, это когда будет новый интерфейс СТО. Единственное, так как некоторые вещи зависят не от нас. Мы ждем, КЭФ, после его нужно будет, нужно будет сендрять и рисовать примерный макет того, что должно быть в СТО. Заказывать дизайн. Ну, в принципе, это тоже, думаю, понятно. То, что, как бы, это тоже легкая работа, как бы, переделать интерфейс, переделать полностью внешний вид. Следующий вопрос, это когда будут обвесы. В данный момент в игре уже есть обвесы на Тойота ГТ86. Но установить их можно только как временный компонент. Для остальных обвесов нужно разрабатывать лимиты. И опять-таки, нужен будет новый интерфейс СТО. Четвертый вопрос, что с номерами? На этот вопрос я и сам себе ответить пока что не могу. То есть, насчет номеров, типа, я так понял, это связано именно с регионами. То, что они сами не знают, будут ли они их добавлять или не будут. Об этом Федя, кстати, тоже говорил у себя в инстаграме. То, что против игроков они не пойдут, как бы. Они не будут, как бы, просто брать и добавлять регионы. Потому что много кто просто сгорит и уйдет с проекта. Я об этом, как бы, тоже снимал ролик и об этом рассказывал. И, получается, пятый вопрос. То, что мы в следующем обновлении скоро покажем. Скоро покажем, но пока что вышло, по-моему, только три скриншота, которых я, как бы, вам показал. Ну и, в принципе, больше скриншотов никаких нет. Ну и последний пост, который тоже вышел вчера, в принципе. Пацаны и пацанессы, а какие скины хотите? То есть, здесь вы можете взять, как бы, спокойно накидать скины, которые вы хотели бы видеть, как бы, в новом обновлении, в новом модпаке. И, возможно, разработчики к вам прислушаются. Если будет много, как бы, положительных комментариев, так сказать, оценочек, то они возьмут эти скины и, возможно, добавят, как бы, в игру. Я считаю, это круто, то, что они реально делают опросы. То есть, они интересуются, какие хотят прицепы игроки, какие хотят скины игроки, там, и так далее. Делают всякие голосования. То есть, в этом плане реально красавчики. Я считаю, то, что видео реально получилось интересно, потому что многие, я думаю, не знали, как бы, эту информацию. И многим я, как бы, помог. Немножко открыл глаза на новые обновления, которые выйдет, скорее всего, я думаю, в этом месяце. Поэтому, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok